Здравствуйте! Наступили выходные, и я отправилась на очередную барахолку в поисках интересных старинных вещей. Если вы тоже любите вещи с историей, приглашаю на прогулку вместе со мной. В конце видео я покажу вам свои находки. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 она к сожалению была уже пустая внутри но я пройти мимо не смогла посмотреть какая она симпатичная следующей моей находкой была у того же самого продавца вот такая замечательная снегурочка посмотрите каком прекрасном она состоянии наверное у кого-то стояла в шкафу что боимся ты снегурочка встречать теперь новый год у меня в детстве тоже была пластиковая снегурочка но меньшего размера такую я даже никогда и не видела интересно что в чехии очень популярна на новый год раньше было смотреть фильм морозка русскую сказку и все знают что есть такой русский дед мороз что он детям приносит подарки но когда я разговаривал с одной из своей знакомой чешкой она была удивлена узнав что у деда мороза оказывается есть еще и внучка которую зовут снегурочка что будем со снегурочка встречать новый год следующая находка это вот такая шкатулка замечательная шкатулка деревянная как бы вам показать получше шкатулка из великого устюга это наверное снегурочка подманил эту шкатулку она в прекрасном состоянии открою видите замечательная но ведь лучше хранить какие-то письма документы в такой шкатулке чем бездушной пластиковой коробке чудесная расписанная вручную и последняя моя очень удачная находка это вот такая обезьянка она скорее всего винтажная не антикварная в печальном состоянии вся такая грязненькая но это не страшно я ее почищу у нее есть потери вот видите дырочка на но носу также и на лапки вот таких смешных продавалась носках но скорее всего лежала уже где-то на чердаке обезьянка на шплинтах это скорее всего обезьяна немецкая выпущена была когда-то в гдр первой половине двадцатого века у меня в детстве был из похожего материала мишка очень большой очень тяжелый тоже набитый соломой достался мне по наследству от старшего брата я этого мишку любила прям сильно любил это была моя любимая игрушка к сожалению сегодняшнюю судьбу этого медведя я уже не знаю такого мишку мечтаю купить но ни разу не попадался он не на барахолках вот попалась обезьянка я ее почищу и она займет место в моей коллекции спасибо вам что досмотрели до конца это видео пишите комментарии если у вас есть удачный опыт каким образом можно почистить такую игрушку то тоже буду благодарна за ваши советы и до новых встреч пока